Предлагаю вам меню очередного 4-го диетического ужина с рецептами, предназначенными для 5-го стола. Сегодня я приготовлю закуску из паровой трески с брокколи и морковью, на горячее куриные котлеты с сыром и на гарнир пюре сельдерея и цветной капусты, слоеный фруктовый десерт с йогуртом и в качестве напитка ягодный морс. Начну я с приготовления морса. Для него понадобится 300 грамм некислых ягод, свежих или замороженных. Я взял замороженный набор из клубники, черники, малины и ежевики. Предварительно разморозил. Для сладости добавлю 2 ложки фруктозы. Перетираю ягоды в пюре очень тщательно. Высыпаю в пюре фруктозу, перемешиваю и отставляю в сторону. Оставшиеся косточки, мякоть и кожуру отправляю в кастрюлю и наливаю 2 литра воды. Ставлю на сильный огонь и варю под крышкой. После закипания огонь уменьшаю и варю еще 10 минут. Снимаю с плиты, процеживаю жидкость и добавляю в нее ягодное пюре. Перемешиваю, накрываю крышкой и оставляю остывать. Если у вас неустойчивая ремиссия, морс можно разбавить водой, на ваше усмотрение. Все зависит от самочувствия. На закуску салат из трески, брокколи и моркови, приготовленных на пару. Для него потребуется разрешенная рыба. Я взял треску, половину тушки весом 500 грамм. 300 грамм брокколи, свежей или замороженной. Если брокколи заморожены, предварительно разморозьте ее. Одна средняя морковь, 100 грамм мацони или йогурта, одна веточка укропа. Разрежу морковь пополам и нарежу ее длинными полосками. Укроп нарежу мелко. Положу в миску с мацони, хорошо перемешаю и уберу в сторону. Это заправка для салата, которую я буду использовать позже. Разделаю рыбу, удалю внутренности и пленку. Разрежу вдоль хребта. Отрежу плавники, а хребет вырежу. У меня получилось два плоских куска. Остальные кости и кожу я удалю после того, как рыба приготовится. Сделать это будет легче. Укладываю рыбу на нижний уровень пароварки. А овощи на верхний. Собираю пароварку и ставлю таймер на 20 минут. По готовности достаю овощи и рыбу из пароварки. И даю немного остыть. Затем нарежу мелко морковь. Измельчу брокколи. И отправлю измельченные овощи в глубокую миску. Разделаю рыбу. Сниму кожу. Удалю оставшиеся кости. И измельчу ее вилкой. Проверяйте внимательно, чтобы в рыбе не осталось костей. Отправляю ее в миску к овощам. И добавляю заправку из мацони и укропа. Хорошо перемешиваю. Этот салат можно подать на стол в какой-нибудь красивой глубокой миске. Я буду подавать порционно. И придам ему более праздничный, даже ресторанный вид. И для этого я буду использовать кулинарное кольцо. Кстати, очень удобная вещь на кухне. Кладу в центр кольца салат. Затем придавливаю прессом и поднимаю кольцо. Очень просто, но уже совсем другой вид получается. Очень нежный, вкусный, полезный и яркий салат для праздничного стола. На горячее куриные котлеты с нежной сырной начинкой внутри. На гарнир пюре из сельдерея и цветной капусты. Для гарнира возьму половину небольшого кочана цветной капусты. Весом 250-300 грамм. Три стебля сельдерея и одну луковицу. У капусты вырежу кочерыжку и разберу руками на салат. 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 руки водой, чтобы фарш к ним не прилипал. Котлеты получаются продолговатые, в форме похожей на люля-кебаб. Вкладываю их в форму для запекания, отправляю в разогретую духовку и запекаю до готовности примерно 20-25 минут при температуре 180 градусов. Пока котлеты запекаются, приготовлю овощное пюре на гарнир. Овощи уже готовы, солью воду из кастрюли, уберу лук, он мне больше не понадобится. Я использую лук для того, чтобы придать дополнительный аромат блюду. Это не обязательный ингредиент, и несмотря на то, что употребление отварного лука допускается при хронической стадии и стадии устойчивой ремиссии, употреблять его я не буду, поскольку реакция на него может быть разной. С помощью блендера приготовлю пюре. В овощи достаточно впитали воды, поэтому дополнительная жидкость мне не потребуется. Отличное блюдо, куриные котлетки в стиле люля-кебаб с нежной сырной начинкой и полезное овощное пюре на гарнир. Теперь приготовлю слоеный фруктовый десерт с йогуртом. Для него понадобится 150 грамм клубники, свежей или замороженной. Я взял замороженную, предварительно ее разморозил. 1 банан, 100 грамм кураги, 100 грамм нежирного йогурта. Для тех, кто любит десерты послаще, можно добавить 1 столовую ложку фруктозы, но этот ингредиент не обязателен, так как банан и курага сладкие сами по себе. Банан почищу и нарежу мелким кубиком. Затем нарежу курагу, приблизительно таким же кубиком, как и банан. Отправляю клубнику в глубокую емкость, измельчаю ее в пюре с помощью блендера. В другую глубокую емкость отправляю йогурт и добавляю фруктозу. Хорошо перемешиваю с помощью блендера и немного взбиваю. Далее буду собирать десерт в стаканах. На нижний слой укладываю банан и слегка утрамбовываю его ложкой. Затем добавляю курагу и немного придавливаю ложкой. Это были твердые слои, теперь добавлю жидкие. Выливаю клубничное пюре и очень аккуратно сверху выливаю йогурт, равномерно распределяя его по стакану. Ну согласитесь, выглядит очень здорово, достаточно эффектная и красочная подача и это очень вкусно. Можно употреблять в слоеном виде, чтобы чувствовать каждый ингредиент в отдельности или перед употреблением содержимое стакана перемешать, чтобы все вкусы смешались в единое целое. На этом завершаю четвертый выпуск серии диетических ужинов для пятого стола. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте ваши комментарии. Все это очень помогает развитию канала. Всем большое спасибо за внимание, будьте здоровы!